Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья. Все, кто только что ко мне присоединился, всем доброго времени суток. Итак, кто спешит, тот сразу убегает. Ну, а кто хочет получить мудрость для своей семьи, для качественной жизни, для своих родных и близких, и, конечно же, для себя, тот остаётся. И вот такое вот письмо я получила. А, вернее, комментарий. Вот, Патимат пишет. Я очень благодарна вам и всегда вас слушаю. У меня отекают руки и немеют во сне. Что-нибудь подскажите, буду очень благодарна. Итак, Патимат волнуется, почему у неё такое происходит. И причина для волнения, конечно же, есть. Ну, первое самое, это такое часто распространённое. Ну, во-первых, вы должны сходить и узнать у доктора, потому что, ну, ваш организм, это ваш. Когда доктор прощупал, когда просмотрел, когда он вас увидел. Ведь хороший доктор, он даже по глазнице, по склере, по отёкам, по многим-многим таким вещам, о которых нам даже, вот мы даже и предположить не можем, может вам подсказать причину. Вот, всё не просто так. Но часто всего одна из главных причин такого неприятного симптома, это неблагоприятные процессы в шейном отделе позвоночника. Да, дорогие мои, это позвоночник. То ли вы работаете, у вас сидячая работа, то ли вы часто за компьютерами сидите, то ли у вас длительное напряжение тоже, бывает работа по дому, напряжение, работа связана, то ли вы где-то в офисе в постоянном неудобном положении, и шея у вас в неудобном положении. В общем, с онемением рук очень часто сталкиваются не только люди в возрасте, если думают, а, они имеют руки в возрасте. Нет, очень много молодых людей именно по этой причине, именно вот этой причине. Подсказать могу такие вещи, например, если вы ведёте конспект, обязательно запишите такие названия, потому что когда вы приходите к доктору подготовленный, то это большой-большой плюс. Вот попросите, чтобы вас проверили на шейный спондилёз, на остеохондроз, на грыжу, на протрузию. Вот эти все названия вы услышали? Ещё раз прослушайте и запишите. Когда вы приходите, вот скажите, я хочу именно это, это, это. Есть такое протрузия межпозвонковых дисков позвоночного столба, негативно влияет, конечно же, на нервы. И когда задевают нервы, вот боль идёт, вот неудобство, и пошло анимение рук в том числе. И в таком случае чаще всего идёт анимение в правой руке. Дальше вы замечаете, где у вас анимение происходит. Вот вы проснулись, у вас же не две руки анимели. Если две, обе руки записываем, сразу две руки анимели. Такое-то число, да. Вы наблюдаете, ведите хотя бы недельку, ведите дневник своего самочувствия, чтобы когда вы приходите к доктору, вот показать. Вот это, это сразу, у него картина вырисовывается, но если это нормальный доктор, не который вас подсадит на какие-то серьёзные препараты, с которых вы соскочить потом не сможете. Нет, а идите к людям от Бога, именно к доктору от Бога. Есть такие, заканчивают мединститут, верные Богу люди, именно идут на службу людям, а не на службу сатанинской фармакологии. Именно у них цель облегчить человеку жизнь, а не уничтожить его полностью. И вот, дальше. Записали, да, правая рука или обе руки. А не менее рук во сне, это ещё может быть признак, есть такой синдром запястного канала. Такое тоже запишите. И он развивается, если вот кисти руки испытывают такие продолжительные, однотипные нагрузки, вот тогда у вас это развивается. Дальше. Есть такая работа, вот мышкой держат постоянно вот так вот руку. Вот развивается тогда синдром запястного канала. Или учителя пишут, я по себе знаю, вот пишут, почему я занимаюсь пробежками, почему я физкультурой занимаюсь, почему я тренируюсь, почему я это всё делаю. Да потому, чтобы в том числе и не было синдрома запястного канала. Вот ты работаешь, ты преподаешь, ты постоянно по доске вот так вот, вот так вот так и со мной согласятся учителя. Когда вот это вот болит, утром просыпаешься, они менее слегка чувствуются. Но у меня этого нет, потому что я знаю, как противостоять этому. Поэтому я делюсь, с огромным удовольствием с вами делюсь. Следующий вопрос. Вы чётко узнаете, что у вас немеет. То ли пальцы, то ли рука, то ли ещё. Потому что если пальцы немеют, значит, его причина может быть полиартрит мелких суставов. Вот такая вот вещь. Запишите это. У вас будет о чём говорить с доктором. Что вы не какой-то профан пришли, да, а вы чётко хотите знать, что у вас конкретно. И вот вы пронаблюдали за собой. Вы знаете, что вы пришли, и уже когда вы разговариваете вот на таком уровне, вам не выпишут будь что. И не начнут на вас испытывать так же будь что. Дальше. Хорошо, если это вот такие вот физические какие-то неудобства, в том числе и подушка. Если вы неправильно спите, да, поменяйте подушку обязательно. Купите сейчас, 21 век, есть специальные подушечки, которые настолько хорошо подходят для шейного позвонка. Очень хорошо из гречки делать подушку, из других круп, видов круп. В общем, на эту тему мы тоже с вами поговорим. Из трав. Из трав очень хорошо. Плотные-плотные травы набиваются. И я, у меня есть такая подушка, я себе сделала одну. Замечательно спать. Подкладывайте сюда, как валик, но сделан из трав. Поскольку мы спим, я туда положила успокоительные травы. Это замечательно воздействует на вот эту часть. И у вас нет вот этого горба. И просто замечательно и прекрасно. Вот. Но это все физические воздействия. Подушка, там вы мелом работаете, мышкой работаете, неправильно сидите, неправильно. Все это можно исправить каждодневными физическими упражнениями, пробежкой, прогулкой и правильным, просто даже на полу, на твердом лежании, чтобы все косточки, все расходилось, вот так вот полностью по всему организму распределялись правильно. Для этого нужно просто ровно ложиться на полу. Без подушки, без ничего, просто лежать на полу. Днем периодически подходить к стене, выравниваться ровно, чтобы плечи ваши дотрагивали стены и пятки. И пятки дотрагивали стены. Вот таким образом постоять минуту-две. Кстати, это не так просто. И так несколько раз в день делать. Это очень хорошая профилактика вот этим всяким нехорошим вещам. Но это ерунда по сравнению с тем, что если у вас другой случай, если у вас это с повышенным уровнем кровяного давления, вот, если у вас это связано с сердечно-сосудистой системой, запишите второй пункт, сердечно-сосудистая система, вопрос, или же кровяное давление. Теперь посмотрите, проверьте, когда у вас онемение утром. Посмотрите кровяное давление и записывайте. Так, таким образом вам надо записывать обязательно руки, какие онемеют, или пальцы, какое число, как часто. Дальше вы записываете кровяное давление обязательно. Вот такой дневник. Свой дневник по темат сделайте. Следующее, онемение левой руки. Вот почему я говорю, смотрите, какая рука. Онемение левой руки, это может говорить и об инфаркте даже. Представляете, даже, либо стенокардия. Запишите себе эти два варианта. Ну, это вот, когда онемеет у вас левая рука. Если такое ощущение появляется неожиданно и спустя час исчезает, нужно вызывать врача. Дальше. Еще причины ночного онемения. Что может быть? Это может быть атерсклероз. Второе. Еще второе. Следующее. Следующее, это может быть злоупотреблением алкоголем и никотином. Также, кто курит, у них это как правило, а не менее. У них и с сосудами проблемы. Все это сразу, сразу. Там целый букет у людей, которые хотя бы раз в неделю выпивают спиртное, хоть раз в неделю. Уже в «Науке и жизнь» был такой журнал уникальный. Там когда-то описывалось, что такое алкоголизм. У меня есть подписочка такая, знаете, еще с советских времен сложенная, скрепленная. И до сих пор я оттуда статьи очень многие перевожу на английский и делюсь со своими близкими докторами, которые в Соединенных Штатах Америки. С Сандрой мы переписываемся, и некоторые статьи она просит меня перевести, прислать ей. Ей просто интересно, те времена, какие у нас были открытия и понятия. 76-й, 80-й, 82-й, 85-й, потом уже все. Так? И я с радостью делюсь с ней этими статьями. И вот алкоголизм считается, в «Науке и жизнь» было написано, это уже если ты один раз в неделю принимаешь спиртные напитки. Например, пятница. Знаете, как есть люди? «Ой, я в пятницу напила». Люди. Вот все, это есть алкоголизм. То есть с регулярностью через каждые 7 дней. Если чаще, тем более. Вот так. И еще одна из главных причин – это неправильное питание. Вот это наша тема. Вот это нутрициология. Что же делать? Что не хватает? Не хватает витамина В. А не менее, очень часто говорит, что группа В. Что это за группа В? Ну, например, В1. Запишите. Тиамин. В2 – это рибофлавин. В3 – это ниацин. Запишите это все. В5 – это пантотеновая кислота. В6 – это пиридоксин. Биотин – это В7. Все, чтобы вы это знали. Фалат – это витамин В6. Витамин В12 – кабаламин. Но, дорогие мои, я вам скажу, что в капсулах сейчас в последнее время над вами смеются. Вам дают пустышки. И поскольку мы понимаем, что фармацевтическая компания и все компании сейчас самые богатые люди, именно те, которые работают в фармацевтических компаниях – это они. Почему? Ну, потому что вот они создают вот эти вот все, скажем, ну, при правильном питании, вы при правильном поведении, при правильном дисциплинированной жизни, дисциплинировать свое тело, я имею в виду, вы не болеете. Ну, я по себе знаю. Вы не можете болеть. Я смотрю на людей, которые болеют, и я вижу их болезни через то, что они вовнутрь, через себя пропускают. Итак, а не менее, а не менее, если это только касается именно нехватки витамина В, то я вам вот перечислила. Теперь, если вы синтетически начнете принимать БАДы или витамины, вам не поможет. Проверено все, вам не поможет. А что нужно делать? Нужно компоновать, тщательно подбирать набор продуктов. Записывайте, я вам перечислю их. Вообще, витамины группы В, их там всего 8, они настолько, хоть и говорят бы 12, на самом деле нет, основные 8. И вот они настолько прекрасные, они водорастворимые, они не накапливаются в организме, они переносятся сразу в ткани, они используются в разных органах и системах организма, они участвуют в метаболизме, преобразовании пищи в энергию. Да, они являются синтезом, они синтезируют новые клетки крови, представляете? Они поддерживают здоровье клеток кожи, мозга, других тканей организма. И, конечно же, вот эти вот нервные волокна ваши, они поддерживают для того, чтобы вы не немели, чтобы ваши ручки и ножки не немели. Итак, значит, где мы их берем? Вы скажете, где взять В1? Вот с самого начала начнем, В1. Горох, орехи, сушеная фасоль, соевые бобы, цельнозерновые хлопья, цельнозерновые. Дальше, чечевица, моя любимая чечевица. Это у меня суперфуд номер один. Бобовые, дальше, рис, но не чищенный, не белый, нет. Вот тут вы возьмете витамин В, и, кстати, дрожжи, дрожжи тоже. Вот есть такие детские дрожжи, есть. Вот там вы можете взять. Теперь дрожжи мы делаем сами. Вы знаете, как делать дрожжи, да, брожение продукта. Для этого нужно употреблять именно кимчи, квашеную капусту и другие вот такие вот пробиотические продукты. Пробиотики, как делать? Пробиотики у меня очень много видео. Смотрите также курсы нутрициологии. Заходите ко мне на канал и обязательно подписывайтесь. Жизнь, чтобы была качественней, надо знать, как, как себя привести в порядок. Как сделать так, какие кнопки нажимать, чтобы жить в здоровье. Это на самом деле просто. Что выкинуть из своей жизни? Освободиться от этого. Как освободиться? Всё это у меня есть. Витамин В2, где взять? Этот, который называется, рибофлавин. Его взять в шпинате. Не пренебрегайте никогда шпинатом. Это уникальная зелень. Ну и также миндаль. Берите, добавляйте. И ещё знаете где? Внутри косточки семя от абрикоса. Абрикосовая косточка. Вот, дорогие мои, внутренняя часть. Это и есть также витамин В2. Там есть рибофлавин. Ну, как и в миндале, в общем-то. Дальше, ниацин. Это витамин В3. Тут что? Тут мы можем взять орехи и семена. Вот посмотрите, орехи и В2, и В2. Бананы и бобовые. Также бобовые. Дальше, витамин В5. Где его брать? Пантатеновая кислота. Подсолнечники. Семена подсолнечника. Поэтому, когда я делаю и показываю вам белковую приправу, что такое белковая приправа? Это несколько комплекс, комплекс перемолотых орехов, семян и других ингредиентов, таких как лён, например. Возьмите, напишите белковая приправа от Кэтрин Докс, и у вас выйдет. Сделайте её. Сделайте. Внимательно прослушайте. Сделайте. И вы весь этот комплекс будете принимать каждый день. Хотя бы по ложечке добавляйте в гречку. Добавляйте в утреннее питание. Добавляйте в борщ, в конце концов. Добавляйте во все блюда ваши. В чечевицу добавляйте. Всё. Полный комплекс. Итак, витамин В5 ещё есть в авокадо. Не пренебрегайте. Авокадо уникальный фрукт. Уникальный. И грибы есть такие, шиитаки. Там тоже В5. Но у нас самое такое подручное. Семена подсолнечника. Но только не жареные. Конечно, не жареные. Есть такой витамин В6. Перидоксин называется. Его организм не может вырабатывать сам. Вся эта синтетика, что продаётся, купите В6, выпейте, и всё, ваш организм здоров. Ну, это ж ерунда. Ну, как же вы из синтетики станете здоровы? Ну, как вы? Вот, ну, давайте я все витамины куплю, разложу. И вот я утром одну таблетку, дальше вторую, третью, четвёртую. Всё, я здоровая. Мне есть не надо. Ерунда. Нету там ничего. Никак. Нет. Слушайте, В6, передоксин, вы можете взять, это организмом не вырабатывается. Поэтому нам он просто необходим. Против анемии. Берите обязательно нут. Делайте из нута пасту. Нут – это такой горох, разновидность гороха. Нут. Дальше. Берите некоторые овощи, фрукты. Особенно, знаете, какие? Тёмно-зелёного цвета листовые салаты. Все. Делайте разнообразие. Это мангольд. Ботва от свёклы. Ботва от моркови. Также очень хорошо мокрится. Замечательнейшая травка. Прекрасно шпинат. Замечательно латуки. Но латуки, он более светлый. Вот чем темнее листья, тем лучше. Тёмно-зелёные листовые овощи. Также бананы, папайя, апельсин там тоже есть. Вот, сказала бы, это самое основное. Биотин следующий. Это Б7. Это кожи, ногти, волосы, чтобы не лезли волосы. Вообще, это, конечно, один тоже из витаминов красоты. Запомните его. Биотин Б7. Очень богато авокадо. Не проходите мимо авокадо. Смотрите, сколько вы оттуда из одного авокадо можете взять. Дальше. Батат. Про батат я рассказывала. Я давно уже заменила картофель топинамбром и бататом. Орехи и семена. Соевые бобы и другие бобовые. Цельнозерновые злаки. Цельнозерновые. Ну, например, возьмите овсянку. Ну, цельнозерновую только. Цветная капуста. Капуста брокколи. Бананы, опять-таки, и грибы. Вы посмотрите, бананы, какой замечательный фрукт. Витамин В9. Фалат, который в синтезе ДНК, эритроцитов участвует. Замечательнейший витамин. Где вы его можете взять, В9? Темно-зеленые овощи. Шпинат, капуста. Именно, знаете, есть салат ромен. Такой есть. Спаржа. Добавляйте также спаржевая фасоль. Брокколи. Брокколи, дорогие мои, это фаворит. Дальше. Фасоль. Арахис. Там тоже есть В9. Семена подсолнечника. Опять-таки, делайте белковую приправу. Семена подсолнечника очищенные. Семена тыквы очищенные. Грецкий орех. Лен. Кунжут. Перемололи, положили. Добавляйте. Вот ваша уникальная биологически активная добавка. Но вы уже знаете, что это она есть, биологически активная добавка, а не какая-то пустышка муку, которую вам прислали. Хорошо, если не навредит. Хотя навредит. Вот это вот все мукомольные эти продукты, они же все на основе муки. Они у вас склеивают кишечник. Клейстер. Ничего хорошего с них. Дальше. Где еще витамин В9 вы возьмете? Свежие фрукты. Фруктовые соки делайте сами. Пюре фруктовое делайте сами. Цельнозерновые продукты. Всегда я на этом делаю акцент. Там везде есть витамин В9. Обратите внимание, когда делаю глоток, ставлю на стоп, чтобы не хлюпать в камеру. Кобаламин. Нервная система, ДНК, эритроциты. Вообще уникальный витамин. Где вы можете взять? Делаем растительное молоко из орехов. Вот там вы и можете взять. У меня есть на канале, как я делала молоко из орехов. Ореховое молоко. Из цельнозерновых я делала молочко. Вы там найдете как раз В12. Яйца. Там есть В12. Козье молоко. Козье молоко насыщенно есть там. Морепродукты моллюски, например. Там есть В12. Еще где вы можете взять. Говяжья печень. Ну вот это вот я вам, Патимат, и заодно всем своим слушателям, кто только что заглянул, зашел ко мне на канал, подписывайтесь обязательно. Вы много еще чего интересного узнаете. Вы не дадите шанса ни раку, ни дадите шансу ни сердечно-сосудистым заболеваниям, ни каким нервным болезням, да вообще никаким болезням подкрадываться к вашей жизни и хватать вас за горло. И тянуть вас в аптеку и работать на аптеку на фармацевтические компании, которые потирают руки и только и ждут. Они просто раскладывают сети, чтобы вас в эти сети затянуть и держать вас там. Я поражаюсь, как люди с легкостью вкидывают в себя синтетику, химию и не понимают, что это все уничтожают кровь, бензин ваш. Он становится грязный и все органы от этого накапливают токсические вещества, которые со временем просто делают взрыв и получается рак, раковая опухоль, которую уже остановить процесс невозможно. Но, к сожалению, от многих женщин зависит здоровье их семьи. Это такая ответственность быть матерью и женой, это такая высокая ответственность, но и честь. Для этого, дорогие мои, нужно так четко, утонченно и ответственно подходить ко всему тому, что вы даете ребенку. Если вы продолжаете выжаривать картошечку, если вы продолжаете выжаривать котлетки от бенушки и свинину впихивать в ребенка, то вы плохая мама. Если вы продолжаете заклеивать белой мукой, маргарином, трансжирами, булочками, макаронными изделиями, кишечник своего ребенка этим клейстером, впихивая таким образом крахмал картофельный, через картофель попадают, солонины, яды и так далее, который наполнен сейчас особенно картофель, то вы плохая мама и вы плохая хозяйка. А если вы делаете подборку и меню очень тщательно, то вы большая-большая умничка. Вы за это получите прекрасный результат, светлая память, хорошие оценки, здоровый ребенок. Вы не будете работать и бесконечно скакать по этим больницам. У вас все будет хорошо, потому что Бог любит мудрых. И я люблю вас. Будьте здоровы, благословения моих Божьих в дом, вам, вашим родным и близким. Подписывайтесь, ставьте лайки. Эта информация должна литься к людям, а для этого нужно продвигать при помощи лайков. Смотрят много, но лайки ставят, к сожалению, мало. Дорогие мои, ставьте лайки. Я люблю вас. Пока-пока.